Какие санкции может применить Росздравнадзор, и какие он применил, и сколько субъектов попали под эти санкции? Подождите секундочку микрофона, то всем очень хочется услышать ответ. Это маленький зал, что мы все уже как-то хорошо друг друга слышим. Каждое нарушение обязательных требований, это каждый раз, когда проверяющий сказал нет в проверочном листе, а значит каждый раз это попало в предписание Росздравнадзора. Мы говорим сейчас о том, что в отношении 570 случаев выдавались предписания Росздравнадзора. Предписание означает необходимость исполнения, работы над ошибками, и в общем-то это основная санкция, поработать над ошибками, исполнить, но после того, как вам устанавливается срок исполнения предписания, по результату, по истечению которого осуществляется контроль за проведенной домашней работой. Это мы говорим, если проводились плановые проверочные мероприятия, не плановые проверочные мероприятия. Но я как бы считаю, что в общем-то, все любят там, покажите нам тело, да, кого-то, кого-то там, кого мы там. Ну, в прошлом году была приостановлена клиническая разработка двух лекарственных препаратов, приостановлено одно клиническое исследование. Вот вам, я не знаю, да, санкции. Санкции, да, вот этого достаточно или нет, чтобы показать дату. Это вопрос философский. Это много или мало? Это вопрос не тот, который Росздравнадзор считает необходимым. Нет, просто нет. А вы становились при результате проверки сайта или при результате проверки? Сайт. То есть, это же сайта, становились сайта. Клиническая разработка на уровне спонсора. А что становилось сайтом? А что там было? Сайт продолжил, ну, работают там другие клинические исследования тоже. И вот, то есть, это же все-таки исследовательские центры, не забываем, да, то есть, это все-таки демонизация медицинской организации, в общем-то, наверное, не очень приемлемый, да, ну, как бы разговор, потому что исследовательских команд-то много, да, то есть, и, в общем-то, в одном медицинской организации, может быть, совершенно по-разному работающие исследовательские команды, все зависит, в общем-то, на уровне персонального качества работы, да. Но у нас пока в настоящий момент мы с физическими лицами не сводим, да, то есть, мы работаем на уровне юридических лиц, поэтому, в общем-то, мы говорим 294-й федеральный закон говорит о том, что госконтроль в отношении юрлиц осуществляется, поэтому, как бы, что там произошло с ПИАем, это вопрос внутри организации, и мы, как бы, цели такие не преследуем, да, то есть, более того, хотелось бы просить ваше внимание, что Росздравнадзор также направляет предостережения, да, в прошлом году эта практика также проводилась, Росздравнадзор, у некоторых есть у нас количество юридических лиц, получающих предостережения. Предостережение предостережения – это, ну, скажем, тоже официальная нота, направляемая юридическому лицу, и в случае, если он, получив это письмо, предоставляет подтверждение проведенной работы, инцидент может быть расценен и исчерпан, а если нет, неплановое проверочное мероприятие, это заложено в положениях 294-го федерального закона. Вот как-то так. Спасибо большое. Я так понимаю, у нас есть вопрос по скайпу, давайте мы сейчас запустим технологии. По-моему, спасибо. Давай, давай, просто ответ на санкции, ну, на самом деле, это, так сказать, такой хороший вопрос. Просто Мария Евгеньевна еще не сказала, что если вы не исполните это предписание, которое выдал Росздравнадзор, или не исполните его, не исполните его в срок, то тогда от 30 до 60 на юридических лиц и на руководителей. Ну и плюс еще очень давно, еще в 16-м, в 15-м году, не помнишь, мы запускали, это где-то вот в Думе ходит до сих пор, поправки КААПу, Кодекс об административных правонарушениях, там небольшие штрафы. Спасибо. Спасибо. Коллеги, вы готовы вывести нас на скайп или, да? И потом следующего, тогда к вам микрофон вошу. Добрый день, коллеги, меня слышно? Да, слышно. Отлично. У меня вопрос в последнее время тоже. Вы говорили про многочисленные нарушения, про тяжкие фактически и тому подобное. Но если посмотреть на то, как за рубежом проводится инспектирование, то там целью инспектирования являются две основные. Это обеспечивание безопасности и углевалки для студентов. Так вы, как минимум, здесь вы делаете, ваша работа не обещается от других коллег на форум? Все верно, все верно, да. Достоверность данных. Это вопрос или это срывсвязь? Слышали меня? Да. Да, 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 вы к нам вернулись. Оставьтесь, первый момент, что первая цель – это обеспечивание безопасности клинических исследований. Здесь вы не отвечаете за рубежных коллег. А второй момент – это обеспечение бездоверности и надежности результатов клинических исследований. И вот здесь вот не очень понятно, как соотносятся результаты вашего инспектирования с возможностью принятия данных клинических исследований принимающим органом. То есть, не да, уже с ним. В целях регистрации лекарственных препаратов или в целях разрешения клинических исследований в последующих факторах, которые опираются на предыдущих исследований. То есть, насколько вы обеспечиваете достоверность данных клинических исследований, насколько можно верить к нам, если вы нашли какие-то нарушения, пока они удовольствием не демонтируются? Ну, это такой вопрос, на который можно очень-очень долго рассуждать. Начнем с того, что выдавая предписание, Росздравнадзор осуществляет контроль за ним и требует работу, которую необходимо выполнить для того, чтобы исполнить предписание. Более того, довольно часто многие коллеги, которые здесь в зале присутствуют, уже знают эту систему, мы изменили подходы. И некоторые коллеги уже знают о том, что мы проверяем медицинскую организацию и либо параллельно, либо сразу после заходим к спонсору и спрашиваем ответы на те же самые извечные вопросы на уровне уже спонсора. Поэтому, в общем-то, до цели дойти можно. Вопрос состоит в том, что ряд нарушений можно исправить. То есть есть определенные вещи, которые не обязательно означают срыв проекта. То есть бывают методологические аспекты, бывает качество мониторинга посредством смены мониторов, переосмысления дополнительных аудитов и так далее. То есть далеко не все в конечном счете ставит собой целью массовые приостановки и срывы проектов клинических исследований. В общем-то, вот это адекватное восприятие конечных целей, проверочных мероприятий. То есть такое возможно, такое есть, такое бывает, но не массово. Я не думаю, что кто-то из присутствующих желал бы, чтобы это на момент сразу бы завершалось именно такими санкциями. Но давайте не будем забывать, что в прошлом году вступил в силу приказ 777-Н о порядке приостановления применения зарегистрированных лекарственных препаратов, в котором в части 3 под пункт 2 предусмотрены результаты проведенных проверок в рамках надлежащей клинической практики. Поэтому в целом вступил данный нормативно-правовый акт в прошлом году. И в общем-то пока прецедентов не было, пока это прецеденты приостановки были после проверок, но в целом такой механизм существует, и сегодня он предусмотрен нормативно-правовым полем. То есть мы поживем-увидим. Собственно говоря, госконтроль совершенствуется. Так что я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Спасибо большое. У нас был комментарий. Нет, мне бы... Вопросы, да, пожалуйста. Я хочу как раз спросить, я у вас там назначение ИАЯ, ну, уже имеющие, и является ли двукотрактная система в университетах повышения возрабатывания, либо это разрешается? Вы знаете, данный вопрос на самом деле сегодня не прописан в 61-м федеральном законе. То есть в настоящий момент положением части, в госпитании статьи 41 61-го федерального закона предусмотрено требование к договорным отношениям между юридическими лицами. Поэтому, исходя из отличия договорных отношений между юрлицами, проверка и строится, чтобы это было, это правовая сторона, существуют требования предусмотренные к такому типу договорных отношений, а иные договорные отношения с физическими лицами в сегодняшний момент не являются предметами проверок Росздравнадзора. Но если это не предмет проверки, то как бы можно выявить нарушение там, что ты не смотришь и не проверяешь? Если позволите, я дополню. У меня когда-то был с нашими юристами большой спор. Я говорю, это не запрещено. Они говорят, хорошо, покажите, где это разрешено. Я нашел место, где это разрешено. В 74-й статье 323 ФЗ там сказано о том, что врач физическое лицо не может брать деньги от фармкомпаний, кроме как за клинические исследования. Врачи как физические лица клинические исследования не проводят. Их проводят аккредитованные медицинские организации. Таким образом, сочетание 61 и 323 ФЗ отвечает на вопрос. Врачи не могут брать деньги от фармкомпаний, кроме как в случае за клинические исследования. При том, что врачи как субъекты по 61 ФЗ клинические исследования не проводят. И проводят аккредитованные медорганизации. Вот вам сочетание двух этих статей дает слово разрешено. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я хотела спросить представителей спонсоров. Раз мы говорим про качество, то роль главного исследователя чрезвычайно важна. И достаточно, она не такая современная, но все равно еще очень активно обсуждаемая тема по поводу PI-оверсайта. Вот как с вашей точки зрения, как вы это видите, что PI должен делать главный исследователь? Что для вас есть достаточный уровень того самого оверсайта? Позвольте мне начать. Спасибо большое. Ну, как представитель компании Navartis, хочу сказать, что для нас оверсайта очень важен. И мы обращаем на это внимание. Во всяком случае, учим мониторов, чтобы обязательно они общались с принципал инвестигейтером после каждого проведенного мониторингового визита. Даже если, ну, мы понимаем, да, что PI бывает разный. Если принципал инвестигейтер – это такой царь, труднодоступен. Ну, во всяком случае, все равно можно договориться и рассказать, что происходит в центре, потому что всю ответственность за проведение исследований, тем не менее, все равно несет главный исследователь. И мы просим мониторов контактировать, освещать и хорошие вещи, происходящие в центре, ну, и так, и проблемы, на которые необходимо обратить внимание. То есть, таким образом, для нас PI-оверсайта – это очень важная и животрепещущая тема. За последнее время у нас было четыре FDA-инспекции. Вот, одна причем очень интересная – выездная. Но, как бы, вопрос не въездной и выездной. Вопрос в том, что инспекторы FDA достаточно четко себе представляют, что они хотят получить от главного исследователя. Они четко представляют, какой эвиденс они хотят увидеть. И, соответственно, те люди, которые присутствуют на инспекциях, они обогащаются определенным опытом именно по поводу PI-оверсайта. И бывают такие главные исследователи, которые реально много делают, но мало говорят. И для них уже, как бы, можно уже проговаривать – не забудьте сказать это. Ну, вы же это делаете. Ну, почему вы об этом не говорите? Ну, в общем, к сожалению, иногда многие люди много делают, мало говорят, и им надо помочь найти нужные слова. Это про PI-оверсайта. Много делают, но мало пишут. Наверное, хороший главный исследователь – это исследователь, которого не надо готовить к FDA-инспекции или к эдиторской проверке, который по умолчанию к ней готов. У нас, я могу поделиться опытом, был обратный случай, когда главный исследователь делал непосредственно все сам. Был еще один соисследователь в центре, но, по сути, основное количество пациентов включал, ввел на них первичную документацию, проводил визиты, вносил данные в электронную СРФ, главный исследователь. Это тоже, в общем, было не очень хорошо, потому что какие-то административные вещи, которые требуют от него исследования, как то общение с этическим комитетом, согласование контрактов. В конце концов, интерес к тому, что делает свой исследователь, на это время не хватало категорически. И даже временный набор пациентов у него не хватало, потому что он был еще заведующим отделением, но он считал, что он должен сделать все сам. И, казалось бы, мы должны были бы очень рады быть, потому что главный исследователь, он сам активно участвует во всем, но, по сути, получается, что нет. Что здесь где-то должна быть золотая середина. То есть за баланс. Да. Спасибо большое. Мария Евгеньевна, хотела, раз мы тут уже начали по поводу подготовки, вы сказали, что самопроверка по проверочным листам – это хороший инструмент, что вы очень ждете, когда это заработает на сайте. Вот все-таки какие-то есть ли сроки, когда нам этого ждать? И второй вопрос, допустим, компания-спонсор или исследовательский центр самопроверили себя, получили ваши рекомендации, что-то поправили, будет ли это влиять как-то на оценку их риска? Скажете ли вы это, что это снижает их риск, и тогда в следующий раз к ним приедут раз в пять лет, или это на оценку риска не влияет никаким образом? Хорошо, спасибо вам. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Проверок под контрольным субъектом. В отношении подконтрольных субъектов, Евгений Сергеевич об этом тоже упоминал, но еще есть масса статей КУАП в рамках Федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, по которым возможно составление протоколов административных, привлечение к ответственности административной. Поэтому этот критерий становится ключевым по изменению класса риска плюс количество видов деятельности. То есть некоторые юрлицы, видимо, в связи с их количеством видов деятельности, все время будут приоритетным направлением проверки. Но динамическая модель со следующего года заработает, тоже посмотрим. Это все сейчас несколько в общих словах. То есть посмотрим в следующем году, как это будет реализовано. Спасибо. Спасибо. Какие-то вопросы в зале, может быть? Да, пожалуйста. Только давайте с микрофоном, а то мы смогут не услышать, если не очень-очень громкий голос. Я буду попробовать. Давайте. Морегий, такой вопрос. Существует ли, если да, то как построено, у вас взаимодействие с другими инвестициями? Хороший вопрос. Спасибо. Мы взаимодействуем с нашими иностранными коллегами посредством участия в качестве наблюдателей в тех инспекциях, которые осуществляют наши европейские коллеги. Или по FTA. Но в последнее время в основном это все-таки европейские коллеги. Как-то с FDA не заладилось немножко. Но в целом, да, то есть мы принимаем участие в качестве наблюдателей. Нас приглашают, уведомляют об этом. То есть в части признания результатов инспекции пока еще нет. Но мы стремимся к этому. То есть пока мы только наблюдаем и знаем об этих проверках, принимаем участие в совместных тренингах, в совместных митингах. Но вот в таком режиме. У нас был вопрос от девушки. Можно я добавлю поводу взаимодействия с FDA? У нас есть меморандумы о взаимопонимании. И в критических случаях Росздравнадзор извещает о результатах проверок зарубежных регуляторов. В том числе, ну вот на моей памяти такие случаи были. Плюс инспектора Росздравнадзора еще обучаются не только в процессе инспекции, но и у ИМА существует образовательная программа для инспекторов национальных регуляторов, в том числе и онлайн. И ребята учатся. Вот именно у наших европейских коллег. Спасибо. А подождите микрофончик, а то нам будет плохо вас слышно. Громкий голос, похоже. Спасибо, Мария, за презентацию. Это всегда интересно слышать от разрешительных инстанций, да, их понимание, как работают российские центры и глобально. Мой вопрос такой, когда вы проверяете, в соответствии с какой надлежащей клинической практикой вы работаете. Потому что ГОСТ 2016 года, он основан на документе GCP, который 1996 года, да, и ревизия 2, которая была принята в различных странах в 2017-2018 США, она уже приводит такие нововведения, да, которые могли бы некоторые ошибки, возможно, по-другому интерпретировать, да. Вот такой у меня вопрос. Мария, если можно, короткий ответ. В проверочном листе Росздравнадзора перед первым разделом очерчен исчерпывающий перечень нормативно-правых документов, на соответствие которым проводятся проверочные мероприятия. Сегодня это локальные требования Российской Федерации. Мы надеемся, что мы в рамках ЕАЭС перейдем к принципе инспектирования, но это будущие периоды пока, и это еще не реализовано. Спасибо. Спасибо большое. Да, вот, но вам нельзя отказать. У меня просто переписка с теми, кто... У нас видеотрансляция, коллеги, за нами наблюдают несколько сотен врачей. Это Мария Евгеньевна, потому что действительно здесь собрались специалисты, но врачи вот сидят за рабочими местами, и некоторые смотрят. Есть вопрос из Владивостока. Да, спрашивают, насколько вероятно, что вы до них доедете, это раз, да. Да, один вопрос. Ну и второй вопрос к представителям спонсоров. Почему вы к ним не едете? Вы рассказываете, что вам нужны центры, которые будут набирать и там активно, качественно работать. Почему вы не едете далеко? Почему вы ограничиваете свою географию, там, условно, до Урала, дальше уже как-то с большим напрягом? Вот два вопроса. Ну, у нас в каждом субъекте Российской Федерации есть территориальный орган Росздравнадзора, и даже если не приеду я лично или кто-то из моих коллег центрального аппарата, территориальный орган Росздравнадзора, в общем-то, с высокой степенью вероятности к вам может приехать, поэтому не стоит думать, что из Москвы кто-то поедет, там, в общем-то, в Владивостоке есть территориальные органы, там, Хабаровский и так далее. То есть, как бы, не стоит исключать это для Росздравнадзора, это не проблема, да, с вами рядом есть коллеги Росздравнадзора. А вот вторая часть, наверное, я могу сказать. Спасибо большое за вопрос, но, к сожалению или к счастью, территория нашей страны огромна, и мы бы с удовольствием брали бы центры во Владивостоке, в Хабаровске, но все завязано на доставку биообразцов. Если в исследовании используются биообразцы, которые необходимо доставить в центральную лабораторию, которая обычно находится в Европе в определенный промежуток времени, из Владивостока, это практически невозможно. Хотя мы, как компания Naortis, проводили там ряд исследований, где не требовалась доставка биообразцов в центральную лабораторию, а все определялось локально. И эти исследования были довольно-таки успешны. Спасибо. Ну, тут надо, конечно, сказать о том, что далеко, и ездить монитором достаточно сложно, поэтому подключение центров на Дальнем Востоке больше возможно, если там есть локальные люди, которые там живут и которые могут этот центр мониторировать, потому что ежемесячные поездки иногда и два раза в месяц во Владивосток тяжелы все-таки для сотрудников. Спасибо большое. Вы хотите добавить, да, Екатерина? Да, наверное, я добавлю, что мы, как российский спонсор, мы любим нашу страну и выбираем даже Хабаровск и Владивосток. У нас есть очень хороший опыт. Слава Богу, у нас центральная лаборатория находится либо в Санкт-Петербурге, либо в Москве, и мы нашли очень часто способы, как можно замороженную кровь возить или сыворотку в нашу центральную лабораторию. Так что, если что, врачу из Хабаровска, из Владивостока, мне привет и мой номер телефона. Я с удовольствием открою новый идеальный центр в нашей стране. Спасибо большое. Давайте, коллеги, последний вопрос, раз уж у нас микрофон ушел в зал, потому что мы уже вышли в красную зону, и сейчас Артем будет нам тут маяковать. Последний вопрос, пожалуйста. Мария Евгеньевна, еще такой вопрос. Вы сказали, что все мы заинтересованы, чтобы центр мог провести самопроверку, какую-то самодиагностику, но процесс проверки – это какая-то компетенция, которым не обязательно может обладать идеальный API, идеальный центр. Планируете ли вы какие-то тренинги, какие-то ресурсы для обучения центров, чтобы они действительно качественно могли взять этот лист и себя проверить? Очень коротко, пожалуйста. Вам спасибо. Вы знаете, мы пытаемся прорабатывать, но это… Нас просто не хватает ресурсов, потому что мы живем в самой большой стране мира, и нам больно напряженный график, но мы на рабочих группах наших, мы как бы обсуждаем это, мы стараемся к этому идти, я надеюсь, что у нас хватит сил, и какие-то элементы реализовать, но пока, в общем-то, только конференции, да, то есть нам просто не хватает, но вообще это обсуждение есть, и запросы есть, и интересы есть, мы как бы думаем об этом, стремимся к этому, но пока вот выше не можем прыгнуть в физических возможностях, да, но вообще об этом есть речь, да, то есть как бы и к нам обращаются с этим, надеемся, что это будет. Может быть, дополните одно слово, что мы как спонсоры тоже тренируем своих сотрудников, и чек-лист для нас это не пустой звук, но вот Мария Евгеньевна к нам, например, в прошлом году приезжала уже как к спонсору, поэтому мы чек-лист знаем, любим, ценим, и мы тренируем своих сотрудников по тому, как использовать его в рамках помощи центрам, да, и если у вас есть какие-то конкретные вопросы, я думаю, что если с вашим центром работает грамотный умный монитор, то вы могли бы этот вопрос адресовать, если нет, тогда можно адресовать, ну, уже, так скажем, руководство в компании, потому что этот топик горячий, и да, есть некоторые вопросы, которые позволяют двойную трактовку, тройную трактовку, это действительно так, но не все вопросы именно таковы, поэтому на часть вопросов можно ответить однозначно, на другую часть нужно совместно подумать и посмотреть на конкретную ситуацию в вашем центре. Продолжение следует...